Все! Игорь! Выпускники держатся спокойно, взгляды сосредоточены. Неудивительно, они не будут заниматься бумажной работой, их место в зоне опасности. Будущие ОМОНовцы и бойцы СОБРа не рвались давать интервью на камеру. Кто-то не хотел, кому-то запрещали командиры. Тот курсант, которому нам удалось задать несколько вопросов, тоже вел себя скромно и словоохотливостью не отличался. Обучение проходило 3,5 месяца. И теория проходила, и очень много практики в основном. А какого рода практика? Массовые беспорядки, тактические действия отрабатывали, захват автобусов. Работа предстоит трудная, но жаловаться никто не намерен. Такой путь они выбрали сами. Напутственную речь курсантам произнесла Надежда Копытина, подполковник полиции в отставке. Вы получили необходимые знания, умения и навыки профессиональной деятельности, которые будете совершенствовать в системе служебной подготовки. Курсанты испытывают не только радость, но и чувство горечи. За время обучения они нашли себе друзей, объединившись со всех уголков России. Но пришла пора возвращаться домой. Сотрудники к нам поступают по разнарядке с МВД со всех регионов России. И туда же они поедут служить, откуда к нам они сюда поступили. Обучение может дать знания и научить будущих сотрудников многим качеством. Но, как уверяет генерал-лейтенант полиции Иван Матвеевич, чтобы попасть в ряды стражей порядка, нужно обладать серьезной мотивацией. Готовы служить в условиях повышенных психических, физиологических и других нагрузок. То есть, конечно, мы все-таки стараемся брать уже сюда подготовленных людей. А вот когда вы еще проходили обучение, вы уже знали, что так далеко пойдете? Или все-таки амбиции были поменьше? Как говорят, плохо-то солдат, который не мечтает быть генералом, это понятно. Но, естественно, я об этом никогда и в то время точно об этом не думал. Торжественная церемония завершилась возложением цветов к мемориалу памяти сотрудников погибших при исполнении. Они пожертвовали свою жизнь ради нашего покоя. И помнить таких людей необходимо. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спасибо.